На протяжении трех следующих недель у нас будет исключительная возможность стать творцами истории и достичь всеобъемлющей договоренности в отношении ядерной программы Ирана и положить конец ненужному кризису, который предотвратил нас от совместных вызовов, подобных ужасным событиям, которые были в течение нескольких недель тому назад в Ираке. Ядерный вопрос мог быть решен в 2005 году, однако в то время нам не верили, когда мы говорили, что иранцы чутко реагируют на давление. Правительство Джорджа Буша, выдвинув требования о прекращении обогащения, нарушило все договоренности. Затем в течение восьми лет они выбрали политику давления и санкций. Эти санкции были на самом деле парализующими и смертельными. Больные раком иранцы за свой счет не могли обеспечивать себя лекарствами, потому что мировые банки воздерживались от перевода иранских капиталов, так как на них оказывало давление Министерство Казначейства Соединенных Штатов. Однако санкции не привели к остановке нашей ядерной программы. Также и убийства наших ученых-ядерщиков, диверсии на объектах нашей ядерной инфраструктуры, которые могли привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, и неоднократные военные угрозы не смогли достичь этой цели. На самом деле был достигнут абсолютный обратный результат. Результатом настаивания на отказе от обогащения стало увеличение в стократном размере количества наших центрифуг от менее 200 установок до около 20 тысяч. Отказ от продажи топлива для нашего исследовательского реактора, который был построен американцами, вынудил нас повысить уровень обогащения для производства топлива с 3,5 до 20%. Лишение больных раком медицинскими радиоизотопами заставило нас построить реактор на тяжелой воде и двигаться от первоначальной идеи в направлении создания полного комплекса сооружения реактора, который будет в скором времени пущен. Угроза бомбардировок ядерных объектов вынудили нас осуществить строительство объектов Фердоу, где объекты защищены горами. Западное государство, не учитывая то, что такую ситуацию они создали сами, проводили политику протестов. В то время, когда мы приближаемся ко дню 20 июля, назначенной даты договоренности, я чувствую, что должен еще раз предупредить, что попытки получения преимущества в самый последний момент не будут иметь лучшего результата, чем тот, который был в 2005 году. Тем, кто еще думает, что это благодаря санкциям иранцев посадили за стол переговоров, могу только сказать, что мы выдержали свой экзамен на давление, которое было оказано на нас в течение 8 прошлых лет, а на самом деле в течение 35 прошлых лет. Санкции не поставили и не поставят народ Ирана на колени. У нас еще есть время для выхода из этого круга эскалации ситуации. Испытайте взаимное уважение, и это даст результат. Сейчас мы стараемся достичь договоренности. Не одной хорошей или плохой договоренности, а практической и устойчивой. И любая договоренность, в принципе, это результат общего понимания, а не навязывания позиций одной стороны другой. Мы готовы предпринять решительные меры с тем, чтобы гарантировать то, что наша ядерная программа постоянно останется мирной. Еще есть время, чтобы положить конец мифу о том, что Иран стремится создать бомбу. Мы в качестве доказательства своего утверждения имеем 250-летний опыт, когда с нашей стороны не было нападений на другие государства. Мое правительство взяло на себя обязательство до 20 июля положить конец этому ненужному кризису, выражая надежду, что мои коллеги будут поступать так же. Я Джавад Зариф, и это послание Ирана.